всем привет мы продолжаем наш подкаст событиях чемпионата мира по футболу в катаре снова все те же лица тимур это я тимур валеев ваня житков и пару раз у нас включится дима ничпоренко поехали как по традиции по порядку по хронологии матчей начинаем с аргентины и саудовской аравии что в принципе наверное претендует на сенсацию я думаю даже не только группового этапа всего чемпионата мира потому что черт возьми саудовская аравия обыграла аргентину та самая саудовская аравия кота который говорили что мол специально по жеребьевке ее засунули в группу к сборной россии на чемпионате мира в семнадцатом году чтобы нам было полегче стартовать вот а по итогу это же самая сборная хлопнула аргентину мне кажется очень показательно что в составе сборной саудовской аравии нет ни одного игрока который бы играл за пределами саудовской аравии и это мне кажется лишний раз напоминает нам о том что скажем так а нашей ситуации сейчас и валерий карпи они которые говорили что но я ничего не могу сделать сейчас у нас нет соперников у нас нет того нет всего ничего нет а вот саудовской аравии как бы не жалуются работают и добиваются успеха вот лично для меня откровением стала именно игра саудовской аравии это высокая линия обороны это просто такая вот такой хладнокровие смелость в глазах когда на тебя бежит там лаутаро мартинес как бы на тебя бежит леонель месси димарей да все эти звезды которые бегут и ты думаешь ну черт возьми как бы надо бежать назад там 40 метров до ворот а ребята держали линию и в итоге сколько там шесть офсайдов за 35 минут это же записал и тридцать миллионных гол у сборной аргентины мне кажется это просто ну вот лично для меня не столько результат сколько вот такая игра с саудовской аравии вот это для меня сенсация а дима ты что думаешь тот случай когда вот именно если будем рассматривать комплексные игры сборной катары и сборной садовской аравии который на самом деле на мой взгляд не сильно отличаются друг от друга по уровню футболистов совершенно разные результаты складываются и самое главное разные впечатления потому что на мой взгляд безусловно очень смелый план был в первом тайме когда ловили во вне игры очень хорошее взаимодействие центральных защитников которые не падали слишком рано не создавали глубину за спиной но с другой стороны конечно понимать что особенно в моменте с александром артинесом когда там просто именно часть плеча вот которая должна была быть легальной нелегально это определило конечно это формирует в итоге вы результаты же скорее всего я думаю забей аргентина второй гол все бы на этом было завершено для саудовской аравии то есть возможно они побились поставили также приятное впечатление но выиграть и даже сказать ничего эту игру просто даже близко не могло подобраться и опять-таки впечатления по сборной аргентины конечно очень двоякие потому что с одной стороны в принципе если вот я по что часто будет звучать безумие для многих но в принципе структура в первом тайме была довольно качественные игроки много двигались а зоне нравилось как деполь двигается освобождал часто зоны делал тем самым возможность врываться партнером уводил игроков но в итоге попав под на самом деле выглядел второй тайм примерно так что словно бы аргентина это неопытная команда которая пропустив первый гол попала под давление и получила и второй мяч с ее ворота потому что если вспомнить даже эпизод со вторым голом до этого же был прекрасный тоже обводящий удар который заблокировал наверное это был ромеро как раз головой потому что повторные показали честно я не могу сейчас помнить точно он или нет потому что и там мне кажется что возможно мартинес бы не смог отправиться с этим мячом бы если бы он не был бы заблокирован то есть саудовцы в чем большие молодцы они сумели воспользоваться вот это моментом слабости сборной аргентины и продавили очень интересная роль сегодня была мне кажется у восьмого номера сборной саудовской аравии который с одной стороны он не играл персонально по месси но в то же время он очень часто оказывался с ним в одной зоне не давал ему принимать мяч в опасных зонах уже вблизи ворот при этом не убегал с ним как зачастую получалось людьми которые пытались играть против месси персонально не убегал с ним по всему полю и оголял свою зону то есть сложная тактическая роль была и из которой он справился действительно очень хорошо кто на меня честно скажу произвел самое сильное впечатление для меня это вообще открытие потому что первый раз я увидел это 17 номер центральной защитник потому что сочетание скорости пластичности реакции на эпизоды подстройки под соперников когда нужно отбирать самый яркий момент когда он в подкате успел заблокировать удар месси именно успел не только догнать но и подстроиться так чтобы сыграть этот мяч чисто честно скажу что произвел у меня сильное впечатление думаю если бы так сыграл против аргентины какой-то из уже известных центральных защитников сказали бы о том что он подтвердил свой уровень конечно нельзя судить по одной игре тем более центрального защитника тем более в матче за сборной но то что этот игрок привлёк максимальное внимание я думаю что если когда-то игроки сборной союза кто-то захочет поехать в европу то мне кажется если такой уровень там плюс-минус процентов хотя бы 80 от этого он показывает стабильно то он должен точно заинтересовать многие приличные европейские клубы там понятно дальнейшие вопросы уже по финансам стоит ему ехать или нет в остальном теперь конечно группе закладывается такая заворачивается очень сложная история потому что теперь уже даже в аргентине чтобы выйти нужно сильно постараться что будет дальше с карари непонятно потому что на мой взгляд очень важный момент этой эмоции которые были в этой игре с одной стороны конечно большие молодцы что сумели подойти совершенно принципиально по-другому нежели катор как раз я говорю о том что это две сборные которые по качеству футболистов не так далеко друг от друга находятся но при этом совершенно разные подходы эмоциональные даже принципе когда команды выходили уже на поле можно было видеть насколько соточены но при этом не перегружена футболисты в сборной союзовской аравии то как они реагировали даже на пропущенный гол тем более честно говоря сам гол очень такой дешевый получился потому что да такие за зацепы ставятся пенальти формально поэтому не придраться на то что мяч даже в этой ситуации не шел в эту зону а был разыгран под удар ну как бы можно было расстроиться сказать о том что у нас тут еще и поддушивают но вместо этого продолжали играть и даже как завершалась игра потому что несмотря на то что там безумные 14 минут с лишним были добавлены но они допускали линия опустилась пускай давали больше просто то есть игрокам с мячом свободно получать и дальше уже больше защищались внутри штрафной от навесов прострелов но тем не менее не было никакой паники не было истерики о том что не дает финального свистка венчич поэтому честно молодцы большие соудовцы произвели впечатление будет очень интересно посмотреть как они сыграют в следующих матчах потому что там также соперники очень сильные и теперь у них в принципе появляются шансы выйти из группы меня что потрясло это шесть в линию играет и при этом не сбивая сделают несколько раз искусственный офсайт это это что-то что-то с чем-то особенно в свете того что мы вчера разбирали эпизод матча в сша когда американцы забили мяч из-за того что парень побежал за веря не сделав искусственный офсайт и что у саудитов это получилось столько раз успешно и автоматично и синхронно это 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 круто что касается заудовской арабии которая была кстати не та я тебя наполнил фразу ты возможно сразу поймешь чья она что не бывает слабых сильных бывают готовы и не готовы меня просто обвиняют предсвятости лишний раз но сейслав саламыч который тренировал сборной россии восемнадцатом году он собственно говоря ее изобрел и саудовская арабия через четыре года после того как была разгромлена в матче открытий чем 18 4 года назад она собственно говоря это полностью подтвердила кстати эти хочу сказать что в восемнадцатом году он когда был в турции на сборах зенита случайно встретил одного из тренеров сборной саудовской арабии они наблюдали за тренировками зенита они для того чтобы для того чтобы понять как играют футболисты которые могут быть привлечены сборной россии они реально очень детально относятся к этому процессу другое дело что не можешь перепрыгнуть через данные исходные через талант через мастерского через предпосылки которые диктуются местным чемпионатом но то что саудовская арабия очень серьезно относится к футбол их своей сборной вот тот узкий круг людей которые за это ответствуют это факт иногда это дает результат и то о чем тогда кстати парень говорил к сожалению я забыть его зовут о дисциплине о контроле над игровыми фазами переходными да и так далее все это было воплощено кстати в этой игре с аргентиной другое дело что возможно тот тренер пиццы не очень подходил саудовской арабии когда там были речи про то что надо играть в контроле от себя но мы это увидим по сборной катара что это не так просто делать если тебе не хватает для этого ресурсов а вот в этом матче саудовская арабия конечно своем месте как они аргентину душили в середине какие проблемы при встречном отборе были у аргентинцев ты упомянул что они удерживали мяч говорить о каких-то сбоях подготовки к матчу аргентинцев психологических технических физических да это согласен с тобой и показательно в тот же самый пример вчерашний который мы обсуждали с неком уильямсом что мне просто вчера многие сказали о том что игрок не способен сам принять решение сделать искусственный офсайт для этого он должен быть как бы ну хорошо читать игру то есть быть достаточно умным для этого но я не уверен что состав сборной саудовской аравии сплошь игроки вычислительной машины дима конечно лестно о них отзывался выделил некоторых но я просто к чему это грамотная тренерская именно работа и большая тренерская подготовка к турниру и потому что ну реально получается всех научили определенным триггером по которым надо бежать назад а по которым надо стоять на месте научили вот прямо сейчас извините что перебил научили вот их прямо сейчас или это просто они поймали волну но вот я буквально только что был на матче можно за извинение за уфтоп из лидостроенных звезды и был с человеком который сам играл в футбол на хорошем на добротном уровне и он кстати вот наблюдал один эпизод как участие кстати дмитрия чистякова про которого был разговор когда в очень похожей ситуации правда находясь на позиции центрального защитника он пошел провожать нападающего добротаря без того чтобы просто сделать шаг вперед и не совершать лишних движений усилий и так далее это вопрос мне кажется это сложно научить просто при подготовке к одному манчу и при подготовке даже когда турниру это достаточно долгая работа над тем самым когнитивными навыками на которые долю секунды умения принимать решение это мне кажется это когда с детства начинаются вот эти все вещи да комплексная работа тренеров профессиональных над этими навыками то тогда это вырастает вот это я скорее склонен думать что узборной саундовской аравии может это не получиться во второй раз может не получиться в третий раз и даже может быть все вообще единственные очки будут которые они набрали конкретно в этом матче все сошлось в пользу и действительно выглядело слишком удивительно чтобы это можно было поверить да вполне возможно хотя вот этот вот тренд на то чтобы при открытом мяче соперника сразу же бежать назад он мне кажется настолько повально захватил всех наших тренеров вот реально мне вчера сразу несколько тренеров-аналитиков сказали что конечно же надо бежать назад какие тут могут быть варианты да 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 и это лишний раз подчеркивает как мне кажется насколько круто реально отыгрались аудиты против аргентины больше что наверное добавить нечего а совсем другое впечатление оставили следующие матчи на самом деле я бы в какой-то степени даже объединял данью тунис и мексики мексику и польшу но дима если бы был конечно тут на связи явно бы сейчас начал громко спорить поэтому по поводу дании и туниса давай дадим ему слово высказаться по полной если диме не дать слова то мир многие говорили о том что дания явный фаворит я не стал бы говорить что явный фаворит потому что если мы помним даже и старт на прошлом чемпионате мира для дании был очень тяжелый там с перу и мы можем вспомнить прошлый чемпионат мира как тунис играл тогда с англией пропустил самом конце матч мяч просто другой вопрос что после уже наступило поражение от бельгии разгромное выиграли у панамы но тоже честно говоря не сильно были даже яркими в том матче мне кажется что вообще тунис не только как конкретная команда потому что этот тренер работает с ней совсем недавно можно сказать на купте африке отработал но и до этого в принципе сборная которая во многом ориентирована на то что сильно зависит от соперника и мне кажется то как играли датчане в этом матче были вполне удобны для туниса особенно в первом тайме пускай может быть там до супер остроты как не дошло потому что мне кажется тот эпизод когда не смог джибали реализовать мне кажется там был небольшой вне игры если бы было нужно то мне кажется момент проверили но ключевой момент что в целом они стараются атаковать большое пространство при этом сами обороняются среднем а то и низком блоке почему они как раз по ходу матча можно сказать опустились именно уже в низкий особенно когда датчане перестроились на 4 3 3 но очень организованные потому что даже если вспомнить арабский кубок где они дошли до финала наверно по индивидуальностям все таки эта команда была не такой яркой но там кстати если вспомнить то сакни как раз не использовал эпизод который в принципе мог бы им принести победу в турнире и мне кажется что сейчас очень интересно получается точки зрения туниса что с австралией именно стилистически может оказаться самым сложным матч и при этом его нужно выигрывать потому что дает им довольно большие шансы на выход и в дальнейшую стадию касательно дании мне кажется что в какой-то момент еще кому же тоже наложились две одинаковые схемы по сути 3 4 3 там даже похожими ролями двух атакующих полузащитников десяток которые были у одной и другой команды и до тех пор пока еще датчане не перешли на 4 3 3 мне кажется им было довольно сложно потому что так или иначе оставалось сзади всегда три игрока и было логично как раз убрать одного стороны защитника мне кажется в данном случае что к яйр был оптимальной фигурой который выдергивался поскольку он был центральным зачастую страхующим просто уже поскольку тунис все меньше и меньше угрожал это было логично убрать его оттуда и после этого все таки уже сразу стали стал подниматься не только кристенсен который злится но и другой фланг обороны стал активнее играть а главное что это дали возможность для восьмерок как раз двух которым стоял помимо эриксона который по сути там еще можно сказать на трех позициях сыграл сначала левой десятки потом он играл второго опорного потом стал играть правую восьмерку и когда к нему добавился йенсен стало много довольно хороших проникающих придач прежде кстати и от йенсена но в дальнейшем получилось так что тунис отреагировал тем что еще более глубоко опустился и по сути если мы вспомнить то все дальнейшие моменты происходили с тех эпизодов когда либо по флангам либо по каналам пытались проходить датчане но именно в штрафную входить было довольно сложно при этом я отметил бы еще один момент что интересно будет посмотреть на будущее мне кажется что стандарты датчан довольно интересные тот самый момент когда корнелиус чуть не забодал мяч ворота мне кажется был не случайным в первом тайме была похожая скидка тогда кстати очень много на андерсона как раз подачи были в конкретную зону который атаковал обычно андерсон и именно не бил а скидывал поэтому мне кажется интересно будет как это будет происходить в дальнейших матчах что касается персоналей тут я наверное думаю такая игра когда выделить кого-то прямо одного сложно но для меня очень важные две фигуры были у которые играли по центральной оси это центральный защитник миря который вернулся сейчас как раз играет за эсперанс после довольно хорошей карьеры в том числе когда он выступал даже и в олимпиакосе и в катаре играл и я думаю что лейдуни особенно нужно отметить конечно скири крайне грамотно его дополнял то что он меньше бросался в глаза но играл очень правильно позиционно но все-таки лейдуни именно мне кажется своим эмоциональным порывом в том числе как бы с чего началось там матч буквально там еще на первой минуте когда он сделал отличный подкат и вот эту динамику которую он давал мне кажется он очень много что придал для своей команды поэтому честно сказать для меня не то чтобы это сенсационный результат если бы выиграли датчане в конце наверное может быть они на скажем так на преимущество в полгола наиграли но это могло сдвинуться в одну или в другую сторону поэтому нормальный результат и явно что в этой группе будет довольно все непредсказуемо поэтому будет любопытно посмотреть именно следующий матч и каждый из этих команд потому что в какой-то степени я думаю что еще раз повторю для туниса это будет один из самых сложных матчей именно для тренерского штаба в какую выбрать стратегию на эту игру да я вот я вот единственное только думаю по этому матчу что и дания и тунис очень круто на самом деле разбивали от атаки друг друга потому что ну я не скажу что очень внимательно смотрел но бросилось в глаза что глобально моментов было не так уж и много что одной что у другой стороны при этом и и дания и тунис очень качественно как мне кажется действовали на подборах на своих половине и получалось так что атаки они они хоть и проводили но они достаточно быстро заканчивались и продолжительными они фактически не были это мне кажется показательно тоже говорит о хорошей подготовке что одной что другой команды но мне кажется что датчане имеют запасы таки побольше дима не согласился с тем что датчане фаворит и в матче вот этом вот и в группе но мне кажется что датчане как это было на евро на самом деле с каждым матчем будут набирать 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 и как минимум там не знаю к третьему матчу группового этапа выйдут на пик чтобы так с чем-нибудь да погромче выйти в плей-офф и будет это мне кажется эффектом кажется что одним только ярким чемпионатом европы дания не ограничится и я честно говоря вообще не очень вот эти все определения нам фаворит не фаворит понятно что там если Германия или Франция играет Пагамскими островами да и даже Аргентина, Саудовская Аравия понятно кто здесь фаворит но здесь просто нет смысла рассуждать об этом потому что всегда интересно кто лучше готов конкретно манчу или турниру Тунис оказался удивительно хорошо готов к этой игре да именно вот как Сенегал примерно был готов Голландии так и Тунис был готов и равные шансы были и у Туниса и у Сенегала набрать очки но вот сложилось просто по-разному футболу к сожалению и к счастью он не запрограммирован под то как кто сыграл под уровень выступлений тоже вот результат выступление не гарантирует результат но я бы хотел сказать иррациональную вещь что в составе сборной Туниса есть игроки которые выступают в чемпионате Дании несколько сразу мне показалось что они просто реально хотели прыгнуть из штанов чтобы показать тем кто в сборной Дании что они тоже кое-что из себя представляют это абсолютно скажем так нематериальный комментарий но я уверен что в итоговом результате этот фактор сыграл свою роль и мне кажется ладно для нас наверное тут ни для кого не стало откровением что африканские команды на самом деле показывают очень достойный футбол но думаю что многие кто смотрит матчи этих команд раз в четыре года сильно удивляются что и Тунис и просто саудитов уже было сказано и все остальные и Сенегалы показывают действительно не то что внятный как бы понятный футбол а футбол с претензией как мне кажется даже на выход в плей-офф вполне согласен с тобой есть такое есть такое и Сенегал кстати и Тунис хотя Тунис обычно вот на чемпионат мира при каких-то там определенных доминирующих годах в Африке на чемпионат мира они привозят довольно среди команды ну кстати говоря в Дании и Тунис мне матч понравился больше потому что было больше конкретики а вот в Мексико и Польше такое ощущение что в какой-то степени боролись не столько друг с другом сколько сами с собой потому что ну вот как мне кажется это матч тех команд я признаюсь я не очень понимаю команды в которых нет такого так называемого классического нападающего мне надо чтобы был кто-то в штрафной что называется хотя бы один обязательный игрок на которого точно можно положиться который точно будет впереди и если у Мексики этот нападающий только набирает форму то Роберт Левандовский это основная сила сборной Польши то есть поясню свою мысль мексиканцам было сложно показать что-то более внятное потому что ну игрока там Хименес вышел только на 70 минуте и попытался что-то сделать на самом деле вот с его выходом как мне показалось больше конкретики стало в атаке у мексиканцев а Польши же я бы наверное свою претензию хотел высказать команде потому что совсем совсем мало на мой взгляд ну мало чем нужно задействовали Роберт Левандовский честно говоря у меня такие претензии скапливались еще по ходу евро двадцатого года потому что Паул Соуза ну я не совсем понимал он 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 ставил какой-то очень современный футбол с высоким прессингом с быстрыми атаками но это честно говоря сильно выбивалось из того к чему привык Роберт Левандовский и до него мяч плохо доходил и как выступила сборная Польши на евро думаю что все помнят или ну всегда можно загуглить вот и на самом деле с тех пор как Роберт Левандовский стал как бы определяющей силой сборной Польши сборная Польши добивалась результата более-менее там внятного только тогда когда ну вся игра была нацелена на то чтобы доставить мяч до Левы в этом матче этого не было хотя по сути все равно наиболее опасные моменты создавались тогда когда вот Левандовский брал игру на себя то есть он внезапно в какой-то веке доставили до него мяч он просто попер один на троих в штрафную и заработал пенальти да он потом этот пенальти не забил потому что Гильер Мачо по традиции творит чудеса в сборной но не в клубе вот но в любом случае Левандовский делает результат так доставляйте до него мяч почему почему этого не делают для мяча это абсолютно загадка нужно делать мне кажется все 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 как угодно только делать это я отчетливо помню эту ситуацию на Евро 21 в которой ты говоришь что ну просто Павел Солзон мне кажется он ставил не современный футбол он делал презентацию на современный футбол а когда нужно было играть на результат и в тех фазах игровых когда сборная Польша забивала мячи сбивалось все на простую левандовского я не уверен что это соответствовало тому о чем просил Солзон полное было ощущение неуправляемости в той игре в сборной Польше и честно говоря как им выйти из зависимости от левандовского я не очень понимаю есть ли тренер который в состоянии это сделал а нужно ли выходить из этой зависимости потому что как мне кажется Роберт это не Златан который на самом деле больше вредил чем помогал своей команде а вот Левандовский действительно в одиночку может решать эпизоды и как мне кажется он доказывал уже неоднократно он может решать эпизоды так он может еще и в подыгрыше играть он может глубже играть он может правее играть он может левее играть с ним можно делать все что угодно и поварив показывать ну зачем вам микроскоп для того чтобы забивать им гвозди вот этого я никак не понимаю у вас есть фантастический футболист требовательный к себе требовательный к партнерам умеющий адаптироваться под разные варианты но главное снабжайте его мячом задействуйте его в атакующей фазе ничего не придумывайте все у вас все будет хорошо на самом деле если вот первые три матча можно было смотреть с с блокнотом с ручкой там что-то стрелочки рисовать кружочки смотреть тактические схемы и так далее то вот я лично честно говоря на франции с австралии немножко так выдохнул потому что это был такой футбол где не нужно было сильно вдумываться чтобы его понимать на мой взгляд франции вот если на евро им было очень тяжело ну вот лично мое мнение то сегодня была та команда которая четыре года назад стала чемпионом мира и мне кажется показательно что не то что показательно возможно пошла на пользу сборной франции травма Карима Бензима сейчас конечно все скажут что мол да как так золотой мяч и все такое ну черт возьми ну эта команда ну это она не подходит Бензима мало того что он появился в ней как бы позже чем надо так еще и по стилю он не подходит то есть он скорее замедляет атаки он больше хочет влиять как бы на на игру а в эту команду идеально вписывается Оливье Жиру то есть нападающий которому нужно по сути одно касание это вот идеально когда вокруг тебя куча техничных и очень быстрых партнеров как мне кажется и поэтому по этому же матчу с Австралией это было хорошо видно что активная фланговая игра много доставок в штрафную и много мяча доходило до Жиру и в итоге как мне кажется все делали то что то что умеют и это максимально приносило результат бедная честно говоря австралийцы 4 мяча которые забила Франция это еще были цветочки очень много они просто не забили а тебе что показалось Ваня? Я могу с тобой согласиться по поводу Бензима потому что одно дело человеческая драма условно лежит в основе всей этой истории что жаль футболисты которые уже не по поле тренера а по причине состояния здоровья пропускают чемпионат мира но говорить про то что это там трагедия для сборной Франции и так далее это смешно учитывая что тренер добровольно отказался от него в предыдущий раз и от этого ничего не потерял но это достаточно смешно можно даже считать что сборная Франции обкатала вариант без Бензима и может совершенно спокойно за Жиру играть Жиру там не забил ни одного мяча по-моему на чемпионате мира в России а что это повлияло действительно я честно говоря огромное эстетическое удовольствие получаю от наблюдения за французами я не могу сказать что болельщик сборной Франции но уважение безмерно и к Дешаму и к составу игроков не просто потому по их индивидуальным а потом как они на своем месте игре из Майденбеля и Мбаппе слушай я Мбаппе впервые увидел на чемпионате Европы Ю-19 я не помню какой это был год то ли 15 то ли 16 наверное 15 может даже 14 и это было феноменально потому что эти выстрелы вот эти вот постоянные забеги они выдавали в нем конечно футболиста экстраординарно но самое главное любой скаутер скажет что важно не то что футболист но он умеет один раз показать в игре а вот он классно там показывает дриблинг он умеет сделать улитку это повторяемость действий вот повторяемость этим действий он может 50 спринтов сделать в игру если ему надо вспомни гол который он забил третий он сам вырвался на оперативный простор за спины пробил не точно мяч пошел параллельно воротом он пошел просто перестроился буквально там вдоль не знаю за несколько секунд подготовился к подаче с фланга и замкнул он постоянно включен в игру этой концентрации она совершенно уникальна мбп без сомнений ему не хватило честного чемпионата мира в 2018 году из-за некой специфики игр сборной франции но я вот очень бы хотел для того чтобы как можно дольше французы играли можно было посмотреть как он отклеивать из флангов как он идет между защитниками при том что австралийцы же они все сделали для того чтобы повторить можно сказать подвиг с Айлоновской Аравией они открыли счет они готовились сыграть в блоке у нас ничего не вышло но так получилось что я много лет сотрудничал с австралийским Сиднеем там тренером был Грэм Арнольд и нынешний тренер сборной Австралии который очень хорошо знает австралийский футбол с тех пор он был ассистентом хитинга еще в том самом 2006 году он знает молодежный футбол всех этих футболистов знает в принципе он собрал наверное самый сильный состав сборной Австралии который можно было только сейчас собрать я многих игроков узнаю которые были 10 лет назад на самом взлете то есть ничего нового австралийский футбол принципиально сейчас не дал сам себе из этого состава можно было делать нечто что могло бы в принципе в этом матче Франции сильно навредить особенно на том энтузиазме который австралийцы умеют проявлять характер действительно такой настоящему спортивному Арнольд тренер без каких-то там претензий на философию особо в футболе на какие-то креативные решения они просто хотели сыграть они просто готовы были на контр-атаку на подбор и так далее но они еще не дали ну вот смотрите как французы их растащили это было красиво и это было очень уместно таким поздним вечером как сейчас для глаз для успокоения скажем так согласен с тобой четвертый матч сегодня порадовал стал некой такой что называется кефирочек на ночь попили кефирчик или коньячок что-то вот такое кому что кому что да ну что Вань предлагаю заканчивать потому что четыре матча в день это тяжело и надо готовиться к следующему дню вот подкаст появится наверное уже утром поэтому слушайте рассказывайте свои наблюдения по этим матчам потому что правда очень интересно слушать слушать другие мнения потому что можешь как-то подкорректировать свое или проверить свое вот в общем смотрите футбол следите за чемпионатом мира и слушайте подкаст спорта день за днем всем пока будем слушать пока